вы смотрите урок джумал 4 меня зовут федор васильев тема урока robots.txt для начинающих для новичков вы должны знать и понимать работу текстового файла robots.txt этот файл должен всегда находиться в корне вашего сайта и он автоматически там добавляется когда вы джуму устанавливаете обратите внимание вдруг вы случайного удалили посмотрите если он у вас в корне сайта если мы пройдем на хостинг зайдем наш домен вот структура корневая моего сайта вот я нахожу видите как он а выглядит robots.txt сначала давайте поговорим зачем он нужен первый файл на сайте на который смотрят поисковые боты или роботы когда совершают обход то есть они же периодически заходят на ваш сайт и индексируют вы добавили новые статьи обход произошел они увидели что вы новую статью добавили проиндексировали я новая статья появилась в выдаче то есть в поисковике эту статью могут увидеть найти пользователи через поиск яндекс там или google robots.txt это файл набор правил для поисковиков первое что делает поисковой робот он анализирует файлы сайта в поиске этого файла robots.txt на некоторых сайтах например может быть не быть этого файла robots.txt анализируя файл robots.txt поисковик понимает что вы хотите чтобы вы что нужно индексировать потому что через файл robots.txt наборами правил вы можете например запретить индексировать определенные разделы сайта или наоборот разрешить определенные разделы сайта на индексацию и вот смотрите сейчас мы с вами рассмотрим этот файл robots.txt и в этом видео именно представление базовые моменты которые вам нужно в нем настроить абсолютно несложны и на базовом вот этом этапе создание сайта вам будет этого достаточно на самом деле вот этот файл robots.txt зависимости от ваших задач и условий что вы хотите сделать потому что набор правил их огромное множество и настроить этот файл robots.txt можно очень тонко под конкретную задачу под конкретный сайт для этого чтобы настроить его вы должны изучить этот набор правил ссылку я приложу на индекс справочник к статье к этому уроку на своем сайте fedor васильев.com и давайте о важных моментах поговорим сейчас мы сюда вернемся то есть конкретно вот что вам нужно вот вы создали сайт вы новичок какие манипуляции вообще первые вам надо сделать с этим файлом что вы были спокойны что вас там что-то вдруг не настроен или еще что то давайте откроем то есть по умолчанию как robots.txt выглядит вот вот вы джумну только что установили да как он выглядит давайте прямо на хостинге я нажму редактировать файл и мы рассмотрим что здесь есть первое что мы видим смотрите вот это строки с решеткой решетка это закомментированная строка никак не учитывается это просто на английском языке некое описание а как в каких случаях использовать где расположить данный файл вы по большому счету если вам это мозолит глаза то есть это никак не мешает если вы это удалите ничего не произойдет можете не удалять но я всегда стараюсь вот так вот удалить чтобы просто для частоты этого файла и чтобы вы понимали что здесь важно то есть смотрите всегда в начале идет юзер агент до переменная и вы сразу же в яндекс справочнике можете увидеть это правило по сути и описание до указывает на робота для которого действуют перечисленные в robots.txt правила юзер агент и такая звездочка значит для всех поисковых роботов то есть то бишь google яндекс то есть то что вы у вас вот это будет находиться вашем файле вы ни в коем случае не удаляете вот это все обязательно и вот это тоже обязательно начало для поисковых ботов и они понимают этой директивы что это юзер агент что есть некий правил которым нужно подчиняться вот это директивы десалу это говорит о том что запретить индексировать и получается папка администратор и вот ведь везде написано десал десал мы здесь вот это ничего не трогаем вот эти все папки они правильно здесь указаны то есть все под запретом поисковые роботы понимают вот это все индексировать не нужно дальше если вам что-то надо конкретно вот у вас задача конкретно разрешить роботу какое-то действие индексации да то это директива алло если мы вот здесь посмотрим в справочнике яндекса вот она как выглядит алло разрешить индексацию разделов или отдельных страниц опять же как указать разделы или отдельных страниц это тоже надо вникать дальше проваливаться глубже в документацию здесь на яндексе изучать и использовать если есть такая специфика если для сайта нужно я сейчас показываю в уроке именно самые базовые моменты чтобы вот не затянуть слишком длинный урок не делать его там часовым а просто с на начальном этапе чтобы у вас этот файл был в порядке так скажем и чтобы у вас было знание понимания для начала чего вам будет реально достаточно дальше можно указать основное зеркало ниже вот этих всех строк это ваш главный адрес и мы можем подсмотреть например даже мой сайт или вы можете взять любой другой сайт если у сайта есть robots.txt этот файл же лежит в корне сайта то вы просто в адресной строке к этому сайту подписываете вот ведь я подписал robots.txt то есть свой домен слэш и robots.txt и вот вы увидели мой robots.txt на моем сайте здесь даже я не удалил текст вот этот вода описание тут я добавлял некоторые моменты пор разрешению то чтобы вы понимали как выглядит директива разрешающая видите аллоу разрешить в.п. то есть это чтобы индексировал робот в.п. новые современные форматы изображения чтобы меня находили по картинкам и тут не просто так стоя звездочки это все имеет очень сильное значение вот расположение звездочек и все вот этого момента если вы не хотите вникать вы можете просто с моего файла робот скопировать эти моменты но конечно лучше понимать есть просто я разрешаю на индексацию картинок java script файлов и ssl все остальное я оставлял добавлял конечно тут еще некоторые запреты как я уже сказал вы можете оставить файл вот так как есть у вас изначально удалить там например только описание и я бы рекомендовал вам добавить вот как у меня видите хост двоеточие пробел и адрес вашего сайта указать поисковым ботом основное по сути зеркало вашу сайт вот это обязательно надо сделать я считаю вот только смотрите https если включили то тоже видите как у меня https то есть именно вот так указали смотрите если вы используете тоже важный момент карту сайта на сайте это обычно использует интернет магазин или крупные сайты небольшим сайтом карта сайта не нужна карта сайта нужна для более лучшей индексации структурированной индексации то есть качество индексации поисковыми ботами ваш сайт улучшится за счет карты сайта но карту сайта нужно сначала установить на сайте настроить а обычно это отвечает отдельное какое-то расширение для jumbo вот если вы это все используете установили карту и настроили и карты действительно у вас будет доступным например ваш домен и обычно напишется сайт map xml вот если по вот такому адресу у вас будет вот примерно так выглядит карта сайта то есть вы карту сайта настроили ваш сайт тире на слэш сайт map xml вот карта есть тогда ее обязательно мы тоже прописываем вот как у меня видите сайт map вы . и ссылка на карту сайта вот самый такой базовый вот робот текст и как выглядит ничего сложного нет карту если не используете тогда только дописывайте хост и все остальное можете одну как бы оставить по умолчанию или если хотите углубиться и более качественно настроиться робот текст и как я уже сказал ссылку я нас праздничный индекс приложу посмотрите директивы используйте какие вам потребуются для вашего сайта вот что я еще подскажу когда вы добавите сайт в панель яндекс вебмастер я покажу на примере своего кабинета на примере своего сайта федоровасильев точку ком я нахожусь в яндекс вебмастера в панели индекс вебмастера когда вы робот текст и настроить и чтобы у вас вы не переживали что вдруг вы ошиблись директиву с ошибкой написали или что-то сделали не так вы всегда сможете здесь пройти в инструменты и анализ робот текст и кликнуть сюда пройдет несколько секунд анализирует яндекс именно файл робот текст и моего сайта федоровасильев точку ком у вас ответственно свой вот во первых его можете видеть нажать вот здесь на кнопку проверить если вы внесли данные какие-то еще а вот здесь ниже видите будет показано 0 ошибок то есть если ошибок у вас реально нет вы не допустили файл робот текст и никаких там ошибок то будет написано что вы были спокойны что никаких нету нарушений вот 0 ошибок вот такой вот получился небольшой урок я надеялся его сделать емко чтобы не затянулся слишком длинно и именно на начальном уровне чтобы у вас просто было понимание вы знали зачем этот файл а уже настроить его под свой сайт читайте документацию потому что там можно часами мне кажется настраивать потому что каких там правил только нет я считаю что это нужно просто если у вас конкретная задача конкретная специфика какая-то есть потому что в этом файле даже можно ограничить доступ к поисковому боту и задать ему время когда он будет заходить индексировать сайт потому что гуляет мнение что даже поисковые боты могут нагружать сайт и сайт будет тормозить потому что они слишком часто заходят индексируют сайт такое тоже есть и даже яндекс об этом говорит что вот он видите крово длай задает роботу минимальный период времени в секундах между окончанием загрузки одной страницы и началом загрузки следующий рекомендуем вместо директивы использовать настройку скорости обходом тут надо провалиться дальше по ссылке и там читать документацию я помню тоже было время когда я вот с этой директивы работал когда было подозрение на нагрузку сайта от поисковых ботов то есть этот файл робот стекста очень мощный и настроить можно много чего увидимся в следующих видео и и и и и и и и